Цель осады является взятие замка Stoneguard. Это масштабный контент PvP-сражения. Гидия, который захватывает замок, забирает себе часть налогов. Давайте подробно рассмотрим стратегию проникновения. Осада длится 1 час. Перед осадой появляется оповещение о ней. Все, кто были в замке и рядом с ним, будут телепортированы в ближайшую деревню. Но если вы находитесь за пределами данной области, вы там и останетесь, где были. Во время битвы можно разрушить стены ворота башни. Внешние ворота и внутренние ворота. Есть рычаги на вершине башни. При одновременном нажатии на них можно открыть и закрыть ворота. На внутренней стене также имеются рычаги. Если вы добрались до престола, лидер гильдии может взаимодействовать с ним. Превратиться в нагибейтера. Вы должны продержаться в указанной зоне 3 минуты. Трансформация отменяется, если вы выйдете за пределы зоны или умрете. В зависимости от количества свиты вокруг нагибейтера, его защита увеличивается. Осада может закончиться раньше, если противник не удалось проникнуть внутрь. Также вы можете увидеть место воскрешения. Каждый участник гильдии может использовать для воскрешения это место. Захватить можно одну точку. Захватывая точки, вы грабите часть налогов. Грабить можно каждые 5 минут. Если вы погибаете, то появляется соответствующая надпись для воскрешения. Также захваченные зоны действуют как камни телепорта. При нападении на замок активно используйте големов. Существует 4 типа голема. Сторонкрашер разрушает на расстоянии. Молот убиванчу. Крушит все и вся. Голем тарелка. Переносит членов гильдии на себе. И голем запечатанный камень рядом с замком. Камень печати можно использовать, заняв осадные руины. Осадные руины это база воскрешения. Обычный холоп не может занять осадные руины. Однако может превратиться в голема. Также помните, вам нужен определенный итем для превращения в голема, который можно приобрести у торговца гильдии. Используйте летающего кита и канализации. Канализации заблокированы решетками, но если присмотреться к полу, можно увидеть местных обитателей. Навык передвижения и крысы вы проникаете внутрь. Запомните, во время дождя канализации наполняются водой и не активны. Пробраться сквозь нее невозможно. Проверяйте прогноз погоды перед походом в них. После окончания осады, начните сразу готовиться к следующей осаде. Займитесь ремонтом башень, стен, ворот. Осады состоятся со 2 по 4 февраля. Происходить будут последовательно по серверам. Также лидер гильдии управляет налогом на предметы в замке. Захватив замок, вы получаете ресурсы. Перевел и озвучил дядюшка Розе. Все хейтеры сосите. Если тебе есть что сказать, пиши комментарий, а не мычи в чат, что я не так перевел. Есть что дополнить, пиши. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok